Грубая неосторожность пострадавшего, именно это, по версии экспертов, стало причиной смерти 39-летнего электросварщика. По словам супруги ее мужа, Оегин Гордона, руководство просто заставляло делать те работы, которые не входили в его обязанности. И именно поэтому супруга утверждает, что они виноваты в смерти Оегина Гордона. Семья Гордонов еще в 2005 году переехала из Казахстана в Германию. Так как жизнь там их недостаточно удовлетворила, они решили вернуться на родную землю. Сама Ольга Гордон открыла свой бизнес, арендуя помещение в местной компании «Энергостройкомпания-21». Спустя некоторое время руководство данной организации замечает перспективного человека. Это супруг Ольги Гордон. Над предложением, которое сделали представители ТУО «Энергокомпании-21», Оегин думал более четырех месяцев. И все же он устроился электромонтером. Все началось именно с этого. 8 июля его в очередной раз назначили дежурным на выходной день. И произошла авария в поселке Шахан на ТП номер 8. Его вызвали по сотовой связи мастер «Энергостройкомпании» Дунчинок. Чтобы он приехал к этой ТП, взял ключи от этой ТП. Беспрекословно сделал то, что ему сказали. И произошел несчастный случай. Мой муж погибает. По рассказам женщины, на протяжении двух месяцев ее супруг Ольген Гордон выполнял ту работу, которая не входит в его обязанности. Ольга, пытаясь предотвратить незаконные действия, даже пыталась поговорить с ним. Однако все напрасно. В течение двух месяцев, что он там проработал, мы наблюдали такую историю, что систематически нарушалось трудовое право. То есть, если по договору стоит, что он должен с 8 часов до 17 рабочий день и выходные суббота-воскресенье, то этого не происходило. У Ольгена Гордона остались трое детей. Из них один несовершеннолетний. Пережить такое она не желает никому. Потом я начала в охрану труда добиваться. Там тоже от меня отмахивались. Мол, идите, сделают вам этот акт и будут вам платить. Мне не важно было на тот момент, платить, не платить. Я хочу просто понять, что произошло и где справедливость вообще в этом мире. К слову, гражданский суд по делу уже прошел. Семья Гордонов отсудила у компании моральный ущерб в размере 1 миллиона тенге. Как отмечает мать троих детей, это не стоит человеческой жизни. На сегодняшний день рассматривается уголовное дело. С начала истории уже прошло несколько судебных заседаний. Что касается хода уголовного дела, в настоящее время идут судебные следствия, запрошенный ряд свидетелей. На данном этапе мы заявили ходатайство об истребовании судом документов. Данные документы касаются инструкций по технике, по безопасности, по охране труда. Мы хотим все-таки выяснить, установить. Нужно отметить, что Ольга Гордон поменяла уже второго адвоката. По неизвестной ей причине никто не хочет браться за данное дело. Теперь вся надежда только на Светлану Бегжанову. Мирамгуль Салкимбаева, Сергей Высокосов, Марат Культенов, Первый Карагандинский.